Тр-та-та-та-том, тр-та-та-том Чё-то за фигня какая-то Трэш просто! Чё? Сверху, уйди оттуда! Чё? Мне плохо Всем доброго дня, мои хорошие Доброе утро, ну уже день Я уже попеределала разные дела В общем, продолжаем Продолжаем Мою жизнь Продолжаем мою жизнь Я сейчас сделала Денечке яйцо Одно омлетик с Соевым молоком Я пью кофе Я уже поела кашу Деня тоже немного поела кашу Но что-то она ему особо не зашла Сейчас я запустила стирку Выводится у меня фильм Сейчас я сяду снимать видео Уже вот наставляю всё Буду тестировать Там одну косметику Короче, ну покупки купила в необычном месте На втором канале всё Всё на втором канале Дэнни! Он там с роботом-пылесосом играется Так, Денька яйцо сел кушать Давай нормально садись Блин, у меня совсем расшатались стулья Денька с ними всё время играет И у меня, видите, шатается стул Он держится на буквально одном шурупе На двух Вот этот на двух, вот тот на одном вообще Короче, надо это При этого Прикрутить их А, и сегодня я узнала за стол Написала, говорю, когда будет готов стол Там какая-то плёнка Жду, должна прийти буквально Через 10 дней И уже числа 17-18 Будет готов стол Ждём Прикиньте, опять чуть шок не испытала Захожу домой И не могу найти свою камеру И такая думаю Блин, реально, где она? Что-то за фигня какая-то В коридоре прям воняло так Мажденько раскашлись Как будто там, знаете, баллончик сбрызнули Короче, вновая в куртке В карман уже положила Потусовалась 2 минуты в этой куртке Поняла, что пока не хочу в ней идти сегодня И всё, я сняла куртку И всё, и побежали Ну, короче, искала-искала Такая думает Блин, неужели потеряла? Ну, всё время страх телефон потерять И камеру Короче, всё на месте Мы с камерой вместе И прям стихами заговорила Леня прискакал И первым делом всё, блин, разбросал И давай уже Я говорю, подожди, подожди А он скорее уже Это Всё открывает Всё открыл Вот это ототкрыл, да? Надо по частям же делать, наверное Зайка Они всё подряд сейчас перемешаются Мы с тобой не сможем справиться Ладно Что там не получается Смолёт Сейчас, подожди Открою Кто-то из подписчиц Посоветовал мне баранку Сделать вот в этой штуке Для тостера Сейчас достану, посмотрим У меня баранка Чуть-чуть подгорела Ну, будем сейчас остынет пробовать Так Она уже чуть-чуть подостыла Чуть-чуть Сейчас будем пробовать Ты будешь пробовать? Нет Горячая, блин, зараза Мам Давай хлеб Ну, она хрустящая Что-то есть в этом Мам Давай хлеб Прикольно? Нет Хлеб с маслом и сыром? Нет Давай баранку Вот эту На Баранку Будешь замазывать? Замазывать называется Тостер положи Ну, попробуйте Прикольно Аккуратно Клади внутрь Отпускай Ну, сильнее, Дэн Так Чего она не упала? Все Горяченько Да, пусть остынет Будешь кушать Всем привет Распаковка Распаковка И хопот Отбросился Открывай Хопот Насос Вау Аккуратно Аккуратно Тяжело Тяжело Давай Аккуратно Ставим его Это подзарет Который заряжает А Расскажи Что Что это такое? Контейнера Тому суха Да Пусть она И так Включай Хопот Вот Хопот Класс Что тут Что здесь? Банома Колеска Контактики Ага А это? У меня Щетка А это? А это Пальные Колеса А это? Это щетки Метелки Класс Привачиваем Фух Мои девочки Сейчас я приняла Ванну Душ приняла Голову не мыла Завтра С утра Хочу помыть Обмылась Короче Успокоительных Выпила Потому что Чувствую Что сегодня Я вот это Как Заведенная Одно и то же Одно и то же Говорю Меня не слышат Слышат Только с десятого Раза И С повышением Голоса И это Меня напрягает А ну знаете Даже как-то Фоном Я не сказала Что я так сильно Там прям Ругалась Но просто Одно и то же Одно и то же Каким-то Нервяком Сдается И под вечер Я уже такая Уже Все Думаю Выпью Успокоительного Ванну горячую Прямо Сейчас кайфанула И прям Хочется сейчас Лечь И прям Вообще Хочу Чтоб мозг Ни о чем Не думала Да сериальчик Новый Найти Кстати Мне в комментариях Вы говорили Мир дружбы Жвачка Да Какой-то там Хороший Посмотрю Вот Сейчас укладываемся Спать Завтра Воскресенье И Надо будет Придумать Что в воскресенье Делать Дома сидеть Не хочу По торговому центру Шататься Тоже не хочу Может быть Вот завтра Получится Увидеться С братом С племянницей С невесткой Если она не работает Завтра Может в гости К ним Да Съездим Они сегодня поехали Кстати Что-то там покупать Спрашивал меня Брат Про Вот эту вот Люстру Которая у меня Которая свет Меняет Кстати За все это время Я Свет вообще Даже не знаю Где этот пульт И Свет не мигает Даже на выключателе Есть Что-то там Нажмешь Так два раза Подряд И свет Меняется Но я Всегда использую Один и тот же свет То есть Такая тема Да Ой прикольно Буду под разными Цветами Света Отдыхать А на самом деле На практике Прикиньте Сколько я уже Здесь времени И ни разу Я не воспользовалась Не Пользовалась Но редко Когда знаете Может быть свет Чтобы не такой яркий Был там Да Можно сделать Вот такой ночник Он вроде бы Как горит Цвет верхний Но такой Тускленький Но это так редко Было Я уже забыла Когда последний раз Включал Вот Так За стол Кстати я сказала Да Что он скоро будет Короче Пошла смотреть сериал И укладывать Деньку спать Завтра Тогда увидимся Посмотрим Чем завтра Займемся Та-дам Всем доброе утро Мои хорошие На улице У нас все равно Пасмурная погода Но как будто Какая-то ясность Появилась Немножечко Показать вам То я никогда Аж не показываю Тут это Вот смотрите Какая-то ясность Да Что мама наделала Чувакий Все нормально Короче Позвонила сейчас Брату И Он там занимается Домашними делами С Настюшкой вместе Натали на работе Собирается Там что-то Дверь красит Вчера они ездили За освещением Каким-то Таким Вот Как у меня Хотели Посмотреть Не знаю Что в итоге Взяли Ну в общем Я и напросила Сегодня Вы гости Вот И сейчас Там кое-что У меня загружается Подожду Голову сейчас Помою Приведу себе В порядок И Денька Будет очень счастлив Потому что Вчера он Весь день Хочу к Насте Хочу к Насте Хочу к Насте Хочу к Насте Говорю К Насте завтра Вот Ну и вот Условия сложились Что Пойдем посмотрим Что там делает брат По дороге На рынке Возьмем Как он сказал Растворитель для краски Серьезная Которая окрашивают Вот Что-нибудь к чаю Надо наверное взять Что-нибудь вкусненькое И И поедем к ним В общем Беру с собой Фух Короче девчонки Это просто Трын детского Мне аж тяжело говорить Я сейчас так Перенервничала Я запускала Прямой эфир Я уже просто Готовилась К этому прямому эфиру Который сейчас Вот идет на канале Он будет идти Несколько суток Подряд И в любой момент Вы можете туда заглянуть Я говорила Да уже И в чат И залетаю Я общаемся Вы на какое-то видео Из старых Можете попасть Можете фоном включить В общем История этих моих волос И я к этому стриму Готовилась очень долго То есть Ну это Не так просто Как вы думаете Запустить такой стрим Короче я нервничала Нервничала И вот пока запускала То я обложку забыла сделать То я забыла там Что-то нажать Какую-то кнопку То случайно нажал И короче Я так нервничала Сейчас пока запускала Вот запустила То у меня все симптомы О которых я вам говорю Они все усилились Во сто крат Я просто чувствую Что я нервничаю Нервничаю И меня все беспокоит И беспокоит И беспокоит И у меня вообще Такая тревога Сейчас внутри Хотя все успокоилось Все идет ровно Но оно просто Остаточное У меня прям Желание такое Либо выпить успокоительных Ну я сейчас за руль сажусь Да Либо выпить Бросить вообще машину И выпить В выходной день Да Но опять же Мне нужно еще дела Какие поделать Мне машина будет нужна Короче взяла нулевку Она бывает меня Расслабляет И сейчас еду к брату Вот И я говорю Вес Я не знаю что со мной Мне срочно нужно успокоиться Срой мне Трэш просто Ну да Нервы 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 надо лечить К неврологу К психиотерапевту Надо пойти обязательно Я читаю ваши комментарии Я слушаю Вариантов Предположений Много Да Еще хотела сказать По поводу цвета волос Да Оттенок Когда только красишься Да Он такой красивый Перламутровый Классный А потом естественно Смывается Но я не скажу вам сейчас Что у меня волосы желтые Они не желтые Красивый пшеничный оттенок Вот Единственное что Я хочу да Красить Пигмент будет набираться Я уже тоже это где-то говорила Будет набираться пигмент И потом Когда я буду красить Будет в принципе Красивый цвет Так что Все нормально В следующем видео Я буду И тонироваться И окрашивать корни Сейчас мы идем в магазин Сейчас наберем Что-нибудь к чаю Что-нибудь к пиву Потом заеду на рынок Надо Испирит купить Брату И все И я уже еду к вам Покажу дверь Как он красит Он окажется Входную дверь красит Он говорит У меня открытая дверь Будет весь день Я никуда выйти не могу И это интересно Посмотреть Вообще Я беру с собой Вся на нервике И срочно хочу выпить Так Взяли тортик Тирольский Кстати на сроки Вообще не смотрю Но я такая Так Что еще Короче набрала Целый пакет В итоге Дома покажу Короче Что-то я себя так плохо чувствую Сейчас придем домой Я уже покажу Что купила Прыгай сразу на коврик Туда Через эту штуку Главное Что я это все сняла Ну не подходи Отходи Тут работа кипит Упал на жопу Сейчас я тебе вкусняшки Задобрю Стой Куда бы вы пошел А где наша Настюня Дэнь разуйся Иди сюда Разуйся Снимай кроссовки Кроссовки снимай Так Мы пошли искать Настю Она куда-то спряталась Это точно Она с нами играет в прятки Где же Настя Давай ищи Сто пудов Все тут домик Какой Может на балконе Нету на балконе Настя Ну-ка ищи Настю Настя Так Я слышу ее голос Она где-то Привет Да ты спряталась от нас Пойдем Целуйтесь Обнимайтесь Брат Сестра Соскучились Пойдем вкусняшки разбирать Всякие разные Мы там вкусняшки принесли Тихо-тихо Тихо-тихо Четы Деня Так Чипсы Это нам с папой Вам чуть-чуть дадим Если можно Тортик Вкусный Вишня С ягодками А Деня любит чипсы Да так ФруктУшка Я хочу чипс Мороженки принесли вам Мороженое будешь Да Я не хочу Ты не хочешь Вот такие вот Смотри Принесли С сахарной глазурью Такие рогалики Они с сахарной глазурью Не Нет? Тебе это недовольна? Вот такие палочки взяли еще. А вот такое, смотри, знаете? О, да. Ну, хоть что-нибудь, держи. Это Денька. На, Кока-Кола. Так, это тоже нам вкладывают. А я хочу палочки. Открывай на палочки. Я хочу кока-колу поедать. Давай, кока-колу поешь. Ну, и, короче, папе пивко. И мне безалкогушку. Настя ухаживает за братом, да? Я знаю. Палочки ему открывай. Держи. А это хорошая киса. Все, убирай сразу ножницы. Да, аккуратно. Они острым кончиком. Да, убирай. Молодец. Ой, кошак, смотри, нюхает тебя. Вылезь, Дашка. Скажи, я вылез. Это кто пришел тут у нас? Я должен все посмотреть. Красавчик. Так, ну что, бразы мой тут. Ты уже все покрасил, наверное, да? Ну, почти. Так а ты что делал? Ты красил цвет в цвет? Нет, с той стороны, да? Нет, вот она какого цвета. А, она была вот такого цвета. Так, а сейчас она можно посмотреть с другой стороны, да? Да вот, я уже покажу. Ты что, не видишь? Ну, это мало. Сейчас, подожди. Я хочу снять все. Только не прыгай. Ну-ка. Слушай, ну обалдеть, она как новая. Да? Типа только купили. Глянь, вообще. Вообще шикардос. А была такая какая-то, да? Красная, непонятная. Красная. Непонятная. Вообще, как новая. Ты все заклеил вот это, да? Отклеишь потом. Ручка. А ручка какого цвета? Просто серебряная, да? Слушай, ты молодец. Мне металлические двери больше нравится, чем вот такие. Потому что они сладенькие. А это не металлическая? Нет, металлическая, но это тонкий металл. Это стопроцентная металл. Молодец, ну ты все сделал, да? Ты освободился. Мы идем уже чай и пиво пить. Ну ты молодец, брат. Хозяйственный мужчина. Пока жена на работе наводит тут марафет в доме. Придет не в туле, придет зайдет. Перепутает. Так, еще брат сказал, что поменял плафон. Был зеленый, стал не зеленый. Сейчас включим свет, посмотрим. О, смотрите, ну, уже зеленый оттенок, ну, ушел, да? Тот, который был. Хорошенький плафончик такой. Так, а вот он, плафон, кстати, да? Который сняли. А, так ты просто плафон, получается, купил и поменял, да? Все просто. То есть не это. А вот купили в комнату, да? Ой, вы в Леруа взяли? Сейчас разобьете я тут что-нибудь. Ой, смотри. Мощность, светодиодность. Он меняет цвета? Нет, это простые, просто в туалет. А, в туалет, как у меня. У меня тоже не меняют цвета. У вас еще рисунок какой-то есть. В туалет и в ванну, да? Ага. Классные. По чем брали? А это чек, в луке, где-нибудь по 500 с чем-то набрали. У вас чек на 4 500. Что-то еще там набрали. Светильник диодный 423 рубля. Нойз. Это он? Нойз, да. 423 рубля. Сейчас мы все посмотрим, что там взяли. Плафон 570 рублей. Это который на кухне? Он стоит дороже, чем светильник? Шнур какой-то. А, вот краска, которую ты сейчас красишь. Кисть, да? Это все вчера купили. Малярная лента. Затарились. Так, 3 в 1. Ага, пакет большой. А люстра Эветта какая-то за 1951 рубль. Вот. В комнате лежит. В комнате лежит? Сейчас посмотрим. Вот свет. Вот она, люстра. Соберем сейчас? Бау. Сейчас Виталька закончит, мы соберем люстру. О, вот такая будет она, как на картинке, да? Люстра Эветта. Кстати, вот я взяла, брат попросил растворитель. И, оказывается, айспирит не подходит для той краски, которую он использует, там, 3 в 1. Айспирит. Ну, в айспирит, да. У тебя начнут исправлять. В айспирит, да. В айспирит, девочки, не исправляйте. Он сказал, вот, типа, если краска 3 в 1, типа, для там, металл, вот, сальвент, типа, она больше подходит. Тут, кстати, неожиданно-ожиданно пришел электрик. Виталя вызвал его, и он тут меняет плафончики. Вот поставили плафончик. Блин, красивенько как. Я видела такой. А вы увидели какой-то тараж? Нет, а какой был? В ракамине лежит. Или, пожалуйста, да. В ракамине? В ракамине. Сорды ползли. Здесь плафон поменяли, в туалете будем менять, да? Сон грязный такой, чтобы не было никуда кидать, чтобы не было в ракамине. Короче, сейчас все поменяют, покажу. Малые бегают, играются. Покажи, где твой домик, Настюля. Где ты там? Деня, иди ложись спать. Настя тут стелит, Деннику. Вот там вот он ложится. Иди, идите ложитесь. Не, ну по очереди, а то вам вдвоем не поместитесь. Короче, вот там домик у нее. Дэн, да не поместишься там. Накрывайтесь. Что-то вам одного покрывало, по-моему, мало. Дэнни, не кричи. Вылазь. Дэнни, вылазь, Настя не может вылезти, пока ты там. Молодец. Домик. А, подруга придумала, вот Алиса, выдумка. А я вот смотрю, здесь прямой эфир. Сама ностальгирую по старым видео с девочками, переписываюсь. Так, сколько раз ты красила волосы, но их качество будто вообще не изменилось. Что за магия? Да просто у меня волосы сильные, такие же, как и я. Когда крашу 1066, у меня неравномерно выходит вечно. Ой, какие шикарные волосы. Только корни жёлтые тут. Музло, конечно, тут у меня везде отпад. Ну что, мои хорошие, вот мы и закончили наше преображение. Посмотрите, как вы действительно красивые. Твои волосы ровные. Волосы у меня какие красивые длинные были. Шёлк. Просто шёлк. То есть они прекрасно шёлкались, не из-за этого. Вы следуете моим советам, и я надеюсь, у вас такие же будут. Тут, конечно, много зависит от структуры волос. Так, ну что, мы приступаем к распаковочке люстры нашей с плафоном. Ну, здесь просто, мне кажется, вообще всё. А что тут будет сложного, да? А я думала, что-то собирать придётся там. Конструировать. Как мы вчера с Деней взяла ему этот самолёт. Типа лего с мелкими деталями. Пришлось в итоге спрятать. Так, а ну тут тоже такая система. Да, вот так. Ладно, сделаешь, потом покажу. У Виталика большие ручки не вмещаются, я иду на помощь. Но он уже три штуки сделал. Одну давай. Просто я уже стёр себе руки. Чё молчал? Ева. А как ты её вставляешь? Вот так. Неправильно. Неправильно? Другой стороной. А я ещё посмотрела такая. А я, смотри, видишь, даже не докасаюсь. Ну, это пока. А, пока? А потом придётся. А, ну ты не докасаешься, конечно. Плотно надо? Ну, да, только закручивается. К тому же всё прокручивается, значит всё. А вау-ля? Наша люстра готова. Нашлюстра готова сюда будем, да? А эта старая уйдёт на покой. Уйдёт и освоясь. Виталий рассказывает, как они выбирали люстры. Чё? Снова вы уйдёте туда. Чё? Офигеть. Сейчас не будет, да? Это Дэнни туда уйдет. Ничего не... Дэнни туда уйдет. Сетку выкинули? Давай, Дэнни. Ломонитесь, пожалуйста. Ай, хорошо тут идёт. Я понимаю, что... Окно вообще нельзя открытое, чтобы было, Дэнни. Упало. Как оно упало вообще? Ты башкой туда хотел вызвать? Всё, веди. Аккуратно. Офигеть просто вообще. Вот она сетка, да. У Виталика в руках. Нашёл? Это, знаешь, когда отъездка. Будешь, я у тебя тоже... Да-да-да-да. Всё встанет. Дэнни, не лазь сюда. Вышел. Вон она. Ваши косяки исправляют. Офигеть. У вас, кстати, сетка здоровая такая огромная. У нас не такие окна. Вот, помыть зато я... Сразу. Будешь мыть? Ну, помоем, конечно. Вот сняли. Блин, это представляете? Это если бы не увидел ты вовремя, он бы мог туда вылететь в окно просто. Очень удачек. А вы здесь... Это больше бутной, конечно. Трандеет. Блин. Это просто вообще. Я в шоке. Так, ну, закрыли всё. А вы защиту для детей не ставите? Мало они лазят уже, нет? Она у меня лазила никогда. У неё жопа погорела. Не, а места не было. Она же поспокойнее чуть-чуть. Офигеть. Так, девочки, сейчас прекрасно я себя, кстати, чувствую. Вот хотела сказать, что отпустила. Вот я пришла, всё, перестала думать. Захожу иногда, залетаю в чатик вот это вот, да. Безалкогольное пиво пью. Вообще супер. И вот сейчас чувствую себя спокойно. Всё, ничего не болит. Всё, отпустила. А тут кто ходит у нас с большим медведем? Откуда у тебя этот медведь? Кто подарил? Твоя крёстная подарила на день рождения тебе? Классный. Тяжёлый? Нет, я ещё. А чё кукла валяется? Это твоя дочка, может быть? Нет. А кто? Волосы, как у тебя, длинные. Бриллиант. Где взяла? Когда меня подвезла моя подружка на тренировке, другая, не Алиса, а другая. Они меня подвезли, там Даша маленькая, такая сестра, захотела тик-так. Когда она захотела тик-так, мы пошли в магазин. Нам дали по одной денюжке. А Саша взяла жвачку, Даша какого-то пикачу. Я взяла в такой крестьян. Это в подарок вам давали? Нет. Купили? Нет. Так кто давал? В подарок. Ну, в подарок дали, да? Не дали. Купили? Ну, мы купили. За свои деньги, да? Да. Так это что, продается отдельно вот такой бриллиант прям? Да? А жвачка к нему, ничего не идет? Просто такая фигнюшка? А где покупали? Возле нашей тренировки есть магазины, там продаются. Только нигде пиво, ну, наверное, наверху, а где там, возле пива, стоит еще один магазин. И туда заходишь, и там возле прям, возле хода ты зайдешь, и сразу там вот эти вот крестьянки. Понятно. И что ты с ним, что с ним делать теперь? Просто смотреть? Так, вот, кстати, какая люстра, собрали ее. Только минус одна лампочка. Что-то мы не это. Надо было лампочку купить еще. Короче, вот такие вот дела. Красивая. Ну что, крошки мои, мы приехали домой. Я сейчас Даню уложила время. О, уже 11 часов. Полчаса назад только он уснул. Мне плохо. Ну, блин, состояние вообще мне не нравится, которое у меня. Я сегодня, правда, какая-то на нервике вся. Причем, честно говоря, для сильных нервов никакого повода нет. Все как всегда. Началось все, что я поперенервничала с этого эфира прямого. Вот эта вот трансляция, да, новая такая, долгая, запускается у меня. И почему-то очень сильно я с ней переживала. Я не могу понять, почему. Ну ладно. И все, и пошло-поехало. И каждое там мое вот это ругание. Там на Дэнни, там. Дэнни, а ну-ка, там вот бегают дети. Так, а ну-ка, успокоились. Так, сядьте на место. Ну, то есть, просто вот буквально элементарно все отражается на моем состоянии. Вот нервы, это даже если мое состояние не причина нервов. Нервы по-любому надо лечить. По-любому мне плохо. Я хочу быть спокойная, как танк. И я, короче, выпила успокоительного на ночь. Я вам говорила от того, что выпила немного пива безалкогольного, да. Вроде в момент какой-то было мне хорошо, прям комфортно. А потом, а у нас произошло небольшое ЧП там, и, ну, небольшое ЧП вообще меня не касается особо, но брат, так как не может выходить из квартиры, попросил меня съездить в Леруа. Я поехала в Леруа, а Дэнни оставила с ним. И, короче, пока я ехала, я нервничала. Ну, из-за того, что момент был вот с этим окном еще, и хоть мы и закрыли окно, занавесили все, чтобы, короче, ситку поставили, чтобы дети не нервничали. Фу, чтобы мы не нервничали. Но все равно какой-то момент был переживание, и дверь весь день была открыта, входная, да, и переживала, что он может выйти. Ну, любопытный ребенок, да, и как бы... Мало ли, блин, так дети такие, что там только отвернешься на минутку, они уже непонятно, что делают, да, поэтому... Как бы мне было страшно, и я поехала, короче, по-быстрому. А Виталий остался с детьми. И я как бы все нормально, как бы я доверяю, я знаю, что Виталий будет с ними заниматься, как бы... Но я все равно переживала. Внутри легкое переживание, и все. И она, короче, мне опять дала сбой. Я все это время уже переживала, уже пришла, выпила немного алкогольного пива, ну, два глотка. И поняла, что... Не, короче, не хочу я машину оставлять, поэтому пить не буду. В общем, попила чай, съела тортик. Думаю, приду домой, сейчас выпью успокоительных. В общем, выпила успокоительных, но... Вот прям, знаете, как... Сердце давит, что ли, да, вот здесь в грудной клетке прям давит. Как будто, знаете, ощущение такое, как будто у тебя какой-то стресс произошел, жуткий. Ну, типа, все наладилось, и ты, ну, такой раз, все, надо приходить в себя. Но это состояние, как бы, стресса, как будто, да, оно еще присутствует. Как будто ты долго плакал, там, или я не знаю. О, май гад. Мне, наверное, посильнее какие-нибудь надо пить таблеточки, чем на опасит. Ну, ладно, короче, я решила сейчас не сидеть, не нервничать, не смотреть, не переживать. Я пошла спать. Вот. И заканчиваю влог. Всех вас люблю, целую. Кстати, мне нравится эта идея прямого эфира. Знаете, еще с чем? С тем, что я в любой момент могу зайти в чат, и там что-то кто-то обсуждает. Я сама смотрю ролики какие-то старые, комментарии все время, и частенько получается у меня заходить в чат. И типа так в моменте могу попереписываться. Знаю, что там всегда кто-то смотрит, кто-то на связи, кто-то отвечает. Так прикольно. Мне нравится. Так что залетайте в прямой эфир. Я там, я там бываю. Все, люблю вас, целую. Всем спокойной ночи. Лайки, подписочка с вас. Не жалейте, не жалейте лайков. И если вы не подписаны, обязательно подпишитесь. Я очень стараюсь, и мне очень приятно. Я всегда смотрю за статистикой. И настроение мое просто вверх, когда я вижу подписочки ваши, когда я вижу много лайков, когда я вижу много комментариев. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok